помните мы вчера говорили про механизм когда там с ребенком происходит с ребенком происходит ситуация он и не понимает потом он свою жизнь строит так чтобы встать на место там мама помните в общем и вчера за это говорили то есть она не дает ему нежности он в конце концов выстраивать себя так что становится тем человеком который лишает нежности близкого человека и вот представим вот есть ядро где чай вот она я есть но лишь бутылка с чаем вот есть ядро я есть сфера близкие люди близкие люди это папа и мама первые дамы рождаемся папа и мужчина и женщина убираем папа и мама мужчина и женщина вот есть я я это сознание близкие люди это другие я но с народ другие яда который мужчина и женщина и вот когда не понимаешь ситуацию с каким-то из родителей то стоит да например вот этот парень и и ознакомиться с девушкой у него проблема там с мамой мама ему он предал себя для того чтобы мама дала ему нежность да мы вчера об этом говорили он уже и так и вот так и вот так и вот так себя изменяет и вот так вот так и вот так вот так она все еще не дает ему нежности то есть он придает 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 ломает себя чтобы получить нежность получить любовь и вот мама близкий вот сфера близкого человека входит девушка в пространство мужчины она только доходит до момента близкий человек сразу же срабатывать не на системы и так на маму нельзя да то есть на эту женщину нельзя сюда на эту женщину а можно отлично то есть если будет еще две-три женщины да там подружка если она будет настолько же близка к по уровню как и мама тогда будет отлично две женщины боже великолепно если 3 а я тебя прошу еще и обычно вот эта зона по маме или по папе близкий человек это когда вы встречаете человека говорите вы знаете мне с ним так уютно он обо мне заботиться или там она такая хозяйственная такая добрая такая внимательная так и хочет сказать прям как мама и тогда нервная система будет выплескивать на эту девушку все непонимания которые находятся в этой сфере то есть с мамой женщиной не обязательно бывает с мамы ват мачехи да или бывают старшие сестры с которыми большее непонимание чем с мамой и вот если встречает то есть вот встречают девушка такая вся такая та 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 прямо как мама по всем описание великолепно потому что с мамами там непонимание нашел себе девушку как маму начинает на нее выплескивать это отлично более другая ситуация мы чего ищем половинки свои да если не прозрела с утра просто поэтому в таком состоянии невыспанная пришел на такая бодрая то есть эта девушка звучало как а такая а такая милая заботливая понимающая добрая прямо как мама а здесь встречаешь девушку и говоришь блин разговариваешь с ней мысли сходятся понимание как концепции будто сам собой говорю и это по вот 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 сознание если здесь непонимание с мамой выражается тем что вот мама не дала нежности я не понял я пришел к девушке не даю ей нежности чтобы понять такие маму чушь как так получается ну давайте с тобой папа практикую но ее в известность мы не ставим то когда появляется девушка которая прям таки вот блин как сам собой разговариваю там ну вот вашему там моя вторая половинка то есть ли там мы себя предали то это из прямое зеркало на эту девушку причем полное капитальное и вот такое если здесь еще мама то тут четко видно ситуация там мама не давала мне нежности все просто и легко находишь я сейчас не даю нежности понимаю все великолепно а таз то здесь я только сегодня утром это нашла поэтому я сюда что здесь то здесь получается в том моменте где мы себя предаем именно отдали нашла сегодня пока сидела писала здесь вы сознание это сфера сознания когда вы предаете себя как сознание и к вам в пространство приходит человек на который вы можете сказать это прям как другой я это может быть друг кто угодно на улице даже знакомый гришь блин 15 минут поговорили а такое ощущение будто сам собой разговаривал обалденно все совпадает невероятно и вот это великолепное чистое зеркало будет для того чтобы увидеть где же предательство самого себя как сознание предательство осознать почему мы начинали с высших ценностей сегодня начали предать себя как сознание это придать самую свою высшую ценность вы сегодня определили для себя высшие ценности и вот в тот момент и вы и вы говорите этого уже нету в моей жизни это уже не такое яркое в моей жизни теперь это в моей жизни только вот здесь в этом кусочке я все время тебе я теперь все пространство свое перенес туда и вот эта прикольная фишка что предательство себя по высшей ценности когда вы отрождаешься и ты чувствуешь мир живой чувствуешь предметы блин они с тобой разговаривают в детстве все с тобой в детстве разговаривать все оно такое интересное куча любопытства все хочется строить познавать исследовать вал а потом случается ситуация все той же с папой с мамой и вот есть ваша высшая ценность вы чувствуете там мир живой искренность открытость самое главное у меня было самое главное то внутренняя свобода моя высшая ценность и ситуации происходят все те же с папой с мамой но здесь вы не понимаете себя в этой сфере вы не поняли маму в этой сфере мальчик не понял маму и поэтому когда девчонка пришла и она очень похожа по моментам как с мамой то есть поле не понял чем мама мне это не дала он притянул себе дело нашел специально до себе девушку притягивать но нас получить это не получил от мамы получат девушки в любом случае должна быть целостность выровняться притягивается девушка прям один в один как мама и ты спрашиваешь а чё ты мне этого не дала чё ты мне этого не даешь и сам не даешь при этом не это бишь ну чё ты так делаешь что ты так делаешь зеркалом разговаривает понимаешь понимаете вот стоит девушка и он не дает ей нежности и сам с собой разговаривает и спрашивает чего ты мне нежности не даешь. Ну чего ты мне нежности не даешь?» И лишает ее нежности. И разговаривает сам с собой. Девушка говорит, «Да вот это вот же! Ну и вот это вот! И вот так вот! И вот так вот! А он не слышит, он же сам с собой разговаривает. Со своей болью. И он... А он продолжает лишать ее нежности. Если девушка целостная, она просто сваливает. Или пытается ему объяснить, что, чувак, ты видишь, вот, смотри. Если у девушки внутренняя дыра, она начинает оправдываться и доказывать ему, это ты не даешь мне нежности, да ты посмотри на себя, и начинает выбрасывать на него свою боль. То вот в этом моменте, здесь мы не поняли маму, подошли, нашли, то есть здесь мы не поняли женщину, нашли женщину, подошли к ней, нет, чтобы дома к зеркалу подойти, вот реально, подошли к женщине, и начали ее доставать вопросами, что ж ты мне не дала нежности-то? Здесь вы, сознание, не поняли себя, не поняли капитально себя, вы во что-то верили, кто-то вам сказал, это не так, и вы засомневались, может быть это не так на самом деле, может как-то я не прав, все-таки мама там больше меня понимает, вы не в маме засомневались, вы не маму не поняли, вы начинаете в себе сомневаться, вы прекращаете слушать и понимать самих себя, и вы таки решаете, ну ладно, наверное, мама как бы авторитет, она нам лучше знает, и предаете себя, отказываетесь от своей высшей ценности, от того, что пульсирует внутри вас, источником, огнем, от того, что делает вас счастливыми, вы просто от этого отказываетесь, потому что начинаете сомневаться в себе, мама-то говорит, а вы сомневаетесь в себе, может и вправду мама права, может мир не живой, маме уже 40 лет, она с папой живет, это же мама, мама вот меня вырастила, она меня кормит, она знает, как за мной ухаживать, она столько всего делает для меня, она столько всего знает, наверное, она и в этом права, и начинаешь сомневаться в том, что делает тебя счастливым, можно дополнить, просто сейчас у него механизм, по какой причине, потом, 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 и вы начинаете сомневаться именно в себе, потому что, по вашим предположениям, если мама 99 раз сказала верно, то на сотой она не ошибется, поэтому вот для меня, например, важно каждый раз брать обратную связь, мама, ты это имеешь ввиду, мама, почему вот так, а может быть, может у меня другой опыт, мама, а у меня вот такой опыт, мама говорит, нет, такого опыта у меня нету, мама говорит, то есть вы говорите, мир живой, для мамы мир картонный, она четко вам объясняет, не живой мир, ты понимаешь, не живой, а ты говоришь, мам, живой, я лучше знаю, кто тут в доме деньги зарабатывает, кто тебя обеспечивает, кто там то-то сделал, ты посмотри на нас с папой, ты то-то-то-то-то, и ты слышишь все это и думаешь, ну, наверное, она права, мама ведь становится авторитетом, если она столько раз была права, а бывает, мама во многих моментах не права, но когда вам больно, плохо, она приходит, помогает вам, все, теперь она в 100% будет права всегда, потому что она вам в тяжелую минуту помогла, поддержала, теперь полное доверие к маме, она точно знает, что мне надо, потому что, когда я не знал, что мне надо, мама знала, и если такие ситуации, если когда я запутываюсь, а мама знает, то сейчас, когда я говорю, мир волшебный, мир живой, мама лучше меня знает, она говорит, сына, мир картонный, поверь мне, с болью, с горечью в голосе, и вы думаете, да, по вот этой всей логике, мама права, окей, и отказываемся от того, что делает нас счастливыми, потом мы всю жизнь ищем вторую половинку, приходит эта вторая половинка, и мы начинаем в ней видеть, что, кто знает, что мы начинаем, в чем мы начинаем обвинять эту вторую половинку, а как это вот звучит, вот здесь вот, например, он верил, что мир живой, мама сказала, мир картонный, нет, сейчас, сейчас я лучше объясню, давай мы раз тебе попробуем, иди сюда, вот смотри, ты себя предал, ты верил, что мир живой, волшебный, потом мама сказала, сына, мир картонный, поверь мне, ты говоришь, да, мамочка, потому что мамочка тебе помогла, в той ситуации, где ты не мог разрулить, и вот я твое зеркало, я твое зеркало, ты предал себя, ты перестал верить, что мир живой, ты ненавидишь себя за то, что отказался от волшебства, отказался от единства, нахожусь здесь я, говорю точно так же, как ты, прям вот, вообще-вообще-вообще-вообще-вообще, одна разница, у меня есть жизнь, мой мир живой, твой нет, и ты видишь себя, который себя не предал, у тебя внутри, то есть ты тот, который себя предал, и ты ненавидишь себя за это, ты ненавидишь себя за свое решение, за то, что ты сделал выбор поверить маме, перенес ответственность на маму, за свои ощущения, за то, что делает тебя счастливым, за то, что оживляет твой мир, твой мир, и вот ты ненавидишь себя, и если я зеркало, если я твое зеркало, у меня мир живой, то в чем ты начнешь меня обвинять? То, что это из-за тебя, получается, по идее, должна быть ненависть, этот ненавидь к тебе. Ко мне, да, ненависть к тебе идет, ненависть к тебе же, тогда говори все, что если то, что вот как ты бы себя говорил, вот ты себя ненавидишь, да там, ах ты, там такой-то, только ты говоришь это мне. Да, но только мы сходимся во всем, получается, ну как бы, я нахожу же в тебе, то же самое, что в том себе. Но по одному моменту не сходимся, по одному глобальному, глобальному капитальному моменту не сходимся. И по этому моменту ты себя ненавидишь до такой степени, что убегаешь далеко. А я прихожу такая, и ты видишь, боже мой, все совпадает, прям это я, это возможность увидеть реального себя не в зеркале в ванной, а в живом человеке. и ты видишь себя, который не отказался от себя, а ты отказался. И вот вся ненависть, от которой ты бежал, сколько тебе, 24 года, от которой ты там бежал, ну скажем, 20 лет, она вся прорывается наружу, через все, куда ты убегал, все, чем ты отвлекался, она начинает прорываться наружу. Что ты мне скажешь? Я скажу? Да. Вот и тварь. А я? Не понял. Почему? В итоге я скажу, что она тварь. Потому что мы сходимся по многим моментам, там пройдет 3 месяца, допустим, на общего общения. Ну сейчас он объяснит. Общего общения, то есть много всего клевого. Да, мы выясним. выясним наши общие интересы, что у нас очень много. Подождите. Ну мы сейчас здесь. Можно мы сейчас здесь? Вот хорошо. Сейчас вот мы здесь. Я увидел в ней, что в ней то же самое, что и во мне общие интересы. Мы говорим про... 99 иллюминаторов. 99 иллюминаторов. Кроме одного того, что она этим всем живет. У меня не 100 иллюминаторов, у тебя 99. Да, да, да. Ну просто дослушай дальше, может тебе встанет на место, ты увидишь. Хорошо. Сделаем по-другому, я покажу. Да. Просто я хотела, чтобы ты, ну как бы вот реальная ситуация, да? Ну да. Смотри, я тебе рассказывала, я вижу ангелов, я чувствую единство, для меня это живое. Ты что чувствовал? Зависть. Зависть? Так, как эта зависть выражалась, что хотелось мне сказать? Сейчас. Не, я тоже хочу. Нет, а что внутри хотела сказать? А внутри? Ну ты сволочь. Когда ты завидуешь человеку? А мне бы хотел сказать, потому что ты врешь. Вот видишь, это твое зеркало. Да. Наебка наебка, везде говоришь, подвох, подвох. Поэтому ты говоришь, ты врешь. А у него ненависть. И он говорит, ах ты сволочь. У тебя обман. И это то чувство, которое ты используешь, испытываешь сам к себе, который себя обманул? Ну давай сейчас продолжим. Еще раз. И вот ты, я тебе говорю, я вижу то-то, я вижу то-то, я чувствую то-то. И вот я зеркало тебе, да? И ты мне говоришь, вот представь, что ты не делаешь из себя хорошего мальчика. Что ты мне говоришь? Ну, давай. Ну ты сволочь. А я тебе говорю, а чего? Ну, потому что ты все это дело умеешь, а я нет. У тебя это есть, а у меня этого нет. А теперь представь, это тоже самый механизм раззависти. У меня есть последний иллюминатор, у тебя нет. То есть я не предала себя, у меня жизнь в мире осталась. А ты предал себя, предал высшую ценность, и у тебя жизнь из твоего мира ушла. И, видя меня, вся та ненависть к себе, когда мы предаем себя. Вспомните ситуацию. А даже, даже не вспоминаю ситуацию. Очень просто. Есть девушка, ей 19 лет, например. Она искренне влюбляется в парня. А он мне говорит там, ну вот пошли потрахаемся. И она, понимая, она чувствует, я не хочу это делать так. Я не хочу это делать так. Я всеми фибрами души чувствую, что я буду себя чувствовать грязно, если я сделаю так. Но я к нему испытываю влюбленность. Я с ума по нему схожу. Что если я скажу ему нет, и он уйдет? И тогда она предает себя. Она спит с ним. Это первый раз. Насколько грязно она потом себя чувствует? Какое отвращение она потом каждый раз видит у себя в зеркале? Насколько сильно она ненавидит себя? И насколько сильно она будет ненавидеть тех девушек, которые не сделали такой шаг, а сказали парням «нет». Вот здесь такой же механизм. Здесь такой же механизм предательства себя. Он отказывается от своей высшей цели. Он знает, что если он перестанет чувствовать жизнь, он будет умирать изнутри. Так же самое, как девушка это знает. Если она сейчас переспит с ним, она будет такое отвращение к себе испытывать. Она будет себя чувствовать такой грязной изнутри. Ты знаешь, что если ты откажешься сейчас, то ты будешь умирать. Просто медленно затухать день ото дня. Развлекать себя, но затухать изнутри. Умирать. Она говорит, но я же не хочу его потерять. Я к нему столько испытываю. Я боюсь, что я сейчас скажу ему нет. Скажу то, что я на самом деле чувствую. А он уйдет. Здесь вот просто сфера с мужчиной будет, с папой. Это аналогии сферы с папой. Здесь аналогии сферы с самим собой, с сознанием. Поэтому вот в этом куске я еще не знаю, как провести этот момент. Так вот ты... Слышишь, мама тебе говорит? А, здесь просто авторитет работает. То есть девушка не хочет потерять парня. Она к нему чувства испытывает. Здесь ты слышишь, мама тебе говорит, мир картонный. У тебя к маме идет доверие. Она 99 раз тебе помогла, знала, как делать. Наверное, на сотый раз то же самое. У тебя здесь есть чувства к маме. И ты боишься, что ты, если скажешь маме, даже нет. Тут нет этого страха, что если я скажу маме, что мир картонный, то есть он может, в общем-то, на поверхности быть, но он не решающий. Что если мир живой, мир живой, мама, мир живой, она просто скажет, слушай, ну, в худшем случае, вернее, там она скажет, слушай, ну, это все фигня, давай как-то посерьезнее, посерьезнее. И когда он не понимает, почему она говорит посерьезнее, тогда эта боль переходит, вот, предательство переходит в сферу с мамой. А чтобы... Сейчас. Вернусь обратно чуть-чуточку. Так я у себя в голове обычно копаюсь, то, что я делаю сейчас. Я провожу аналогии из одной ситуации в другую, чтобы у меня есть этот механизм, я перекладываю и смотрю. И вот девушка знает, что ей будет плохо, ты знаешь, что ты будешь умирать день за днем. У нее есть чувство к парню, у тебя есть доверие к маме. Она боится потерять парня, ты боишься потерять свое чувство доверия к маме. Свое чувство доверия к маме. Потому что тогда внутренняя связь разрушится. Ну, так часто думаю. Я встречалась с этим, что я даже не могу папе сказать нет, потому что мне кажется, что даже внутренняя связь от этого разрушится. И тогда боясь потерять здесь парня, а здесь свои чувства, свои чувства к маме. Она решает предать себя, то есть сделать то, что ей противно. Ты решаешь предать себя, сделать то, во что ты не веришь, что для тебя не является ценностью вообще, что не является твоим опытом, то, чем ты не живешь. И когда это происходит, это происходит, девушка испытывает себя грязной. Ты начинаешь умирать изнутри. Мир становится картонным. Отвращение к себе. И ты начинаешь испытывать, верно, отвращение к себе. Дальше, когда она просыпается улыбком, кроме того, что теперь всю жизнь, ну, за тех пор, пока она не проработает, да, день за днем она будет чувствовать себя грязной, она будет чувствовать это внутри, потому что это все происходило в ее теле. День за днем ты будешь чувствовать что? Ну, вот это отвращение. Как он дальше раскрутится? День за днем. Вот ты будешь смотреть на мир, он больше для тебя не живой. Отвращение к миру. Закрывается все больше и больше. Отвращение к миру. Как мы говорим? Мир страшный, мир злой, мир ужасный, мир серый, мир картонный, мир плохой. Она просыпается утром и смотрит в себе в глаза. Она чувствует отвращение внутри, к себе. Она смотрит к себе в глаза, она ненавидит себя за то, что она сделала, потому что теперь это с ней на всю жизнь. Ты просыпаешься утром, смотришь в зеркало, зеркало не живое, зеркало картонное, волшебство исчезло. Ты смотришь в себе в глаза и что ты чувствуешь? Не верю. Ты не веришь, что так происходит, да? Нет, себе не верю. Себе не веришь? Как? Ну, когда я смотрю в зеркало, я не верю, это не я. Ну, ты тут четко видишь зеркало. Я говорю, здесь за аналогию, смотри, переведи аналогию. Переведи аналогию. Она подходит к зеркалу, она чувствует отвращение к себе за то, что она сделала. То есть, ты перестаешь чувствовать жизнь. То есть, вот это отвращение за то, что мир становится картонным. Он какой, ты говоришь, какая была здесь аналогия на отвращении, что мир плохой, да? Мир серый. Мир как будто ненастоящий, иллюзорный. Это все не так, это все не так, это все не так. Сколько из нас повторяют, это все не так должно быть? Сколько из вас чувствуют, что как-то все должно быть не так? Да? Здесь отвращение телесно испытывает девушка. Здесь ты чувствуешь, это все должно быть не так, это все не так. Мир не такой на самом деле. Это все не настоящее, это все обман. Вот смотри, это отвращение, аналогия отвращения. Она смотрит в зеркало, она ненавидит себя за это решение, потому что это отвращение будет теперь с ней всю жизнь. Ты смотришь в зеркало, и ты ненавидишь себя за то, что теперь этот серый мир, за то, что этот обман теперь будет с тобой всю жизнь. И дальше, чтобы выжить, что надо делать? Девушке, что нужно делать, чтобы потом выжить? У нее телесное отвращение, и она ненавидит себя. Унижать мужчин, забыть. У нее тоже такие, которые так же поступают. А, нет, кто наоборот поступают. Да, вот смотрите, она сталкивается, вот выходит она утром и знакомится с девушкой, которая рассказывает свою ситуацию, что она сказала нет, и все оказалось хорошо. И он остался с ней. И он остался с ней, и все было великолепно, и поженились они, жили в душе, а душу, померили в один день. Смотрите, и вот она с телесным отвращением, с ненавистью к себе, как можно реже смотреть в зеркало, не трогать себя, не позволять никому прикасаться к себе. Она встречает девушку, которая сказала нет, и парень с ней остался. Здесь человек, вот она, он, да? Он понимает, мир не настоящий, мир не такой, все не так. Он ненавидит себя за то решение, потому что теперь картонный мир с ним до конца. И он видит другого человека, у которого живой мир. И что тогда этот человек, что будет происходить? Здесь, вот здесь я себя только что потеряла. Здесь что было? Кто напомнит? Остается с ним, женится, умирает. А, да. А здесь у меня живой мир. Здесь у меня живой мир. Здесь я говорю, ты знаешь, я просто маме сказала, нет, мам, для меня мир живой. И мама сказала, ну ладно, ну живи так, хорошо, а для меня мир картонный. Окей. Так и договорились. И нормально, и общий язык, и все великолепно. У меня мир живой, у мамы картонный, ничего страшного, мы не ссоримся. Ну, бывают конфликты, бывают недопонимания, ну да, просто два разных мира. Ну, благодаря коммуникации находим общий язык, все классно, прикалываемся. там, обедаем, завтракаем, она мне книжки читает, я ей рассказываю, все круто. И вот, понимая, что она могла, она могла сказать нет, и все было бы хорошо. Быть может, все могло быть точно так же. Хорошо. То есть, человек мог сказать, мам, ты знаешь, у меня живой мир. Он понимает, что я мог сказать, что у меня вот такие ощущения, и что я в них верю, и что я ними живу. И если я ними живу, то это мой мир, это я внутри, это мой опыт, это моя жизнь. Мам, а у тебя твоя жизнь, у тебя твой опыт, давай просто уважать друг друга. И когда эта девушка понимает, что она могла в тот момент сделать другой выбор, а теперь она всю жизнь будет жить с отвращением к себе, всю жизнь теперь это отвращение, это грязь изнутри, будет с ней всю жизнь, обычно делают суицид. Потому что это безвыходность. Если бы мы знали, что как-то можно очиститься, освободить телесную память, от этого состояния, чувства отвращения, когда ты сама по собственной воле выбираешь сделать то, от чего тебе будет ужасно плохо, и это сексуально, и ты это еще мотивируешь для себя очень капитально. И потом ты, каждый раз смотря на себя, прикасаясь, каждый момент ты чувствуешь эту грязь внутри. Если бы знать, как от этой грязи освободиться, от этого ощущения, чтобы оно ушло из тела, то вместо суицида можно придумать, как выжить. А многие дети, которые рождаются с очень сильным ощущением дома, их ломают в детстве. Что они делают? Суицид. И вот те, у которых не хватает смелости на суицид, которые говорят, ладно, я буду жить эти 50 лет в этом дерьме, я буду задыхаться, я буду ненавидеть себя, я выбираю дальше так жить, я выбираю дальше погружаться, ненавидеть, отвращение. Я даже найду кого-нибудь, или кто-то найдет меня, или мне пофигу, мне насрать на это все. Я просто начну отвлекаться, и еще отвлекаться, и еще отвлекаться. Нанду какого-нибудь партнера, мне же уже пофигу, мне просто уже на все пофигу. И здесь, блин, так сложно, это же два разных мира. Здесь мы с чего начали? Да, и вот ты понимаешь, что ты мог сделать другое решение. Ты сам принял это решение, ты сам собственноручно принял это решение, и теперь ты с этим следствием живешь всю твою оставшуюся сознательную жизнь. И мир картонный. Если бы ты мог знать, как сделать наконец-то его живым, то было бы намного лучше. Но ты не знаешь, как сделать его живым, потому что мир картонный, ты пытаешься и так, и так, и так, и так, и вот так, а мир картонный. Так ты начинаешь отвлекаться, забивать себе голову всяким, ты закрываешься от людей. Здесь она перекратит, ну то есть ей будет противно, когда ее касаются, правильно? Это будет возвращать ее в тот опыт снова и снова, что ее поимели, она сама, то есть вернее, она сама позволилась с собой это сделать, в этот момент ее касались, в этот момент были самые близкие прикосновения, самое нежное, самое дорогое, самое ранимое, самое хрупкое. И все это было, все это полито грязью изнутри. То есть она не будет позволять себя касаться. Она будет закрываться полностью, она будет отталкивать, она будет агрессивной. И здесь так же само. Человек перестанет так здесь касаться себя. А здесь мир ненастоящий, нужно отвлекаться. Человек не будет подпускать к себе близко, чтобы говорить о том, о чем он мечтает, о том, что делает его свободным и счастливым. Потому что свобода и счастье были в живом мире. Свобода и счастье были в живом мире. Сейчас сумрак. Темно, серо, холодно и мир картонный. Поэтому человек будет избегать разговаривать на реально глубинные темы, связанные со свободой, с чем-то очень, очень, очень таким вот ценным, невероятным, что было вот тогда. И он научится говорить о многих разных вещах и будет открытый. Но вот с той глубиной и чувством говорить о свободе, как вот когда она у него была всю жизнь, вернее, все сферы наполняла. И сейчас оно наполняет несколько сфер. Вы находите там конный спорт. Кто находил конный спорт? Конный спорт. Кто-то, у кого еще эти моменты наркотические, исследования, разные моменты. Находим эти моменты. я потеряла нить великолепно. И будет говорить тоже полнотоество о свободе. Да. Потому что, когда этот человек будет говорить об этой свободе, он будет говорить, в общем-то, о том маленьком кусочке, где у него эта наркотическая зависимость. Свобода, когда я там, не знаю, хожу по морю. Ой, вернее, хожу по морю. Свобода, когда я хожу по берегу моря, слушаю музыку, когда вот только вот здесь, когда нет людей, я на самом деле счастлив. И вот этот человек описывает этот кусок свободы. И когда он это описывает, он понимает, Господи, насколько же ты маленький кусок из того, что было, из того, что было до того, как я принял это решение. И если реально это осознавать, то это причиняет боль, капитальную грусть, горечь и разочарование в себе, потому что сам сделал этот выбор. И теперь этот выбор на всю жизнь. Это как ты художник и собственноручно сказать, отрежьте мне руки. Отрезали руки, а хочется рисовать больше всего на свете. И ты вдруг понимаешь, ой, а я мог сказать, не отрезайте мне руки. Да? А если не спросили, а просто отрезать? Нет, нет, нет. Здесь момент, что ты сама. Нет, сейчас мне нужно это все вывести потом. И вот этот кошмар, что вот вы рисовали до 15, и было офигенно, было невероятно. И цвета, и прикосновения, и мелки, и краски, и все. Обалденно. Потом вы сказали, слушайте, отрежьте мне руки, потому что говорят, что мама сказала, что мир картонный, что так будет лучше, что так я буду счастливее, так живут все. Руки отрезают, рисовать больше не можете. Вот этими культяпками, например, вы научились брать мелок, тяга-то есть, тяга-то есть, огонь есть, вы берете мелок и вот так вот рисуете, и вы чувствуете такой кайф, обалденно, суперский. И вы говорите, вот когда я вот рисую, это так обалденно. И если вы еще чуть-чуть дольше начнете говорить об этом по-настоящему, то вы вспомните, что вообще-то еще два года назад вы рисовали по-настоящему. И тогда это боль разочарования от того, что вы сами пошли и сказали, отрежьте мне руки, потому что мама сказала, что так я буду счастливее. И я засомневался в том, что неужели вот то, какое счастье я получаю, когда я рисую, это что-то не то. Мама говорит, что я буду счастливее, если я перестану это делать. То осознавание, когда человек это будет описывать, он будет автоматом погружаться туда, в эту боль, и чем больше это он описывает, тем больше у него начинает появляться состояние тоски, горечи, грусти. Если уйти в это и упасть, там будет разочарование и снова желание суицида. Потому что это все то же самое, как когда девушка осознала, она поняла, что она могла сказать нет. И она просто покончила с собой. А здесь человек выбрал отвлекаться. В корне желание покончить с собой, но мы начинаем отвлекаться, чтобы жить, потому что каждый из нас хочет жить. Пускай хоть как-то, но жить. И здесь так же само. В корне, когда осознаешь, что ты сам отрезал себе руки и сказал, окей, мамочка, наверное, так я буду счастливее, ведь ты мне помогла, когда ты всегда мне помогаешь. Ты знаешь многие вещи из-за меня, которых я не знаю. А здесь я чувствую себя счастливым, но ты говоришь, что это не так, что я буду счастлив, ну, если у меня не будет рук. И ты тут всегда была права, здесь, наверное, ты тоже права, потому что ты же мама, ты же больше меня знаешь, у тебя больше опыта, ты нафиг авторитет для меня. И когда вы понимаете, что вот можно было довериться себе, можно было поверить себе, можно было оставить себе руки, сказать, мам, мне спасибо, то, в общем-то, все равно в корне лежит, будет лежать это вот желание покончить с этим, потому что жить так невыносимо. И стоит начать говорить о той свободе, о том настоящем счастье, когда вы рисовали. Описываю, это как вот мелком, обалденно, там вот выявил, вот это была полянка, а вот это деревья, это обалденно. И еще дальше, и еще дальше, и падаете прямо в желание суицида. Потому что все вот это нагромождение, это компенсаторное отвлечение. Быть может так я выживу, там где-то, может быть, есть надежда, что все изменится. Я просто потяну время, быть может я найду выход, я смогу снова вернуть свой живой мир. И мы начинаем отвлекаться, а потом мы забываем, что мы начали отвлекаться от этой боли, от этого желания покончить совсем прямо сейчас, потому что жить в картонном мире невыносимо. И эти отвлечения становятся нашим бытом. Эти отвлечения становятся бытом. И это становится нашей жизнью. Здесь вот кусочек, вот здесь кусочек порисовал, вот здесь кусочек порисовал. В общем, прикольно. Я забыла, что я просто отвлекаюсь, чтобы найти решение, как отрастить себе руки. И здесь нарисовал. А отрастить руки нереально, правда? Отрастить руки нереально? И вот я и рисую. Я забыл. Я просто уже забыл, что я отвлекаюсь, пока найдут метод, как отрастить руки. Я приду и скажу, пожалуйста, верните мне руки. Я не могу жить без моих рук. Я не могу жить без творчества. Я умираю изнутри. Я едва дышу. И вы забываете об этом. И просто ваша жизнь становится этим самым бытом по отвлечению. А еще прикольнее, когда мы говорим, да то теперь у меня есть хотя бы это. И этого достаточно. И так мы капитально закрываем подвал, чтобы больше даже не слышать отголосков. Мы говорим, вот теперь здесь моя зона комфорта. Я смирился. Я принял эту ситуацию. И теперь я буду жить так. Все классно. А мир тускнеет. Мир больше не живой. Это что-то я в какую-то другую сторону ушла, кажется. Вот это предательство себя по моей теории и есть, то есть предательство высшей ценности, есть единственное препятствие, которое, если понять, где это и почему вы это сделали, и взять на себя ответственность, тогда это одна единственная преграда уходит, и поток должен течь нормально. То есть, картонный мир заполняется жизнью полностью. Все, что стало этим прекрасным бытом, руки резко возвращаются. отсюда получается недоверие, все чужие. Естественно, все чужие. Если девушка будет смотреть на людей, они все опасности, а мужчины вообще сволочи. И мир не настоящий. Эти люди не настоящие. Они, 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 я их не знаю. Это не я. Это чужие люди. Я не вижу в них больше себя. Я больше не вижу вас в себя. Мир перестал быть живым. Стала картонка. Люди стали чужими. Все снаружи стало не мной. Вот по моей теории, это ядро. Если его выровнять, то все выстроится и единство, и живое, и все, все, все восстановится и наполнится. Но это в теории. Вы на так время не могли остаться надо рассказать, как это сделать. Две часа. Вообще-то у нас есть еще вчерашние встречи, видео. Я не могу все это впихивать вот в один семинар, понимаете, да, вот по времени, вот так вот. И поэтому в Киеве, в Питере мы говорили больше вот об этом. Вчера, вот, позавчера, на первой встрече в Москве мы там с Антоном показали классную сценку там с живым телом. Вы берите и смотрите, потому что я выкладываюсь как могу, вот пытаюсь и сюда, и сюда, и сюда, чтобы можно было собрать все эти пазлы, чтобы если что вдруг вы слышите здесь, вдруг вы слышите здесь. А у вас это сложится вместе. А если я буду одно и то же все время говорить на всех встречах, по сути, как бы, ну хорошо, можно посмотреть одну встречу и все. всегда ты принимаешь решение. С тем же монастырем, с теми же отчитками меня просто туда потащили. То есть я не хотела этого. И, кстати, это было не раз. То есть там нужно было чуть ли на 10 отчитать. А сколько тебе было лет? Наверное, около 10. Сколько? Ты хочешь сказать, что в 10 лет ты не могла кричать, отбиваться, убежать из дома? Не могла ничего это сделать? Ну, совсем убежать из дома я могла. Но это было, наверное, единственное. Ну вот, вот. И ты принимаешь решение предать себя. Да, мне же чем сбежать из дома. Это и есть твои. А я не знала, что меня закроют. Я же не знала. Извините. То есть я не знала, что будет именно так. Я понимаю. Здесь тоже, мы же не знаем, что будет именно так. Ну, в смысле, мне не говорят, что мы сейчас повезете в монастырь, тебе закроют то, что тебе... Здесь же тоже никто не знает, когда я верю маме, говорю, да, ладно, картонный мир. Сказал один раз фразу, блин, а теперь весь картонный мир у меня всю жизнь, никто не предупреждает. Здесь так же самое. Ты слушаешь себя, если ты чувствуешь, что я не хочу туда, а сколько ты готова вложить в то, чтобы не делать этого. Я хочу сделать реально 10 минут, я буду здесь находиться, здесь 10 минут, чтобы вы чуть-чуточку почувствовали, обмозговали это. И потом вот будем думать, что дальше с этим всем делать. Поэтому сейчас просто музон врублю. Больше первых не будет у вас? Так нет, будет. Просто сейчас на 10 минут. И реально на 10, потому что я сижу здесь, и желательно не разбегаемся, чтобы потом по 15 минут не собираться. не забегаться. Спасибо.